почему товар не свежий не знаю привозили свежий вы на чьей стороне сейчас на стороне закона вы должны на нашей стране на стране закона за какие действия это единственное что вас беспокоит то что вас заставит это купить я наверное не буду давать свои комментарии этому но просто подумайте над тем что вы сейчас услышите что готов из мятой баночки съесть знаете у меня не видите наверное да да ну и делать не видите да как вас зовут вот сейчас я предлагаю вам попробовать спасти магазин заявление прошу передать управление распадает надзор для проведения проверочных мероприятий более срочное то что конкретно усматривается 20.16 нарушения уже административных санкций накладываться торговый санкций вас это и пока не заботит хорошо даже нормально с людьми надо общаться а перед просмотром видео я хочу познакомить вас со своим приятелем с которым вы можете очень классно поправить свое финансовое положение знакомьтесь это дмитрий стоп 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 посмотри сколько я заработал своего пушечного экспресса и глянь на те цифры которые зарабатывают мои подписчики беттинг проекта и абсолютно каждому гарантирую результат кто докажет мне обратно и готов заплатить каждому миллион рублей по ссылке ниже переходи прямо сейчас и улучшай свою жизнь и я с димой уже прямо сейчас в чате ждем только вас переходите по ссылочке в описании или в первом закрепленном сообщении либо сканируйте qr-код который сейчас появился на ваших экранах и присоединяйтесь к нам работать с димой это бомба всем привет дорогие друзья сегодня мы снова находимся в москве и находимся в москве мы не одни мы находимся в москве с каналом в мире животных всем привет добрый день представься меня зовут леонид я из города держим занимаюсь деятельностью по защите прав потребителей дала себя нижегородской области вот решил приехать в москву принять опыт так скажем до посмотреть на местные помоечки в особенности дикси мне так сказать много рассказывали за это пара за этот ухлопритон и я воочию убедился в его содержание только что было очень вернее будет сегодня мы наверное научим леонида готовить какое-нибудь наше фирменное блюдо по нашему фирменному рецепту и однозначно я думаю что это блюдо будет претендовать минимум на звезду мишлен как ты на это смотришь я отлично это смотрю особенно то есть протеиновые которые у нас хорошие получится вот из альпорожек мне кажется но будем передавать опыт подрастающему поколению погнали мы приехали в этот магазин потому что нас сюда пригласил один из наших подписчиков друзья если вы хотите чтобы мы возможно приехали в ваш магазин обязательно пишите в комментариях адреса ваших магазинов которые ну по вашему мнению занимаются всякой ерундой мы обязательно приедем но обязательно укажите не только адрес но и причину почему мы должны туда приехать напишите какие там проблемы в этом магазине ну и мы почитаем посмотрим подумаем авось и приедем ну а сегодня здесь в этом магазине мы уже приобрели огуша осветленный дом 7 июля 21 года адрес город москва улица народного ополчения дом 21 корпус 1 соответственно вот такой вот веселая огуша сроком до 7 ноября и у тебя значит да тоже дерзко это же просроченный тоже огуша уж такое то друзья вот еще смотрите ну во первых во первых мы здесь уже собрали конечно но достаточно такие разнокалиберные вещи и это друзья за пять минут нахождение в магазине за пять минут я уж не говорю про вот это вот не смотрите смотрите у нас здесь еще детская даже до июня до июня 21 года и заметьте это детская с каким-то наклеенным стикером что означает данный стикер неизвестно очень интересно будет узнать но я думаю что мы это еще узнаем сегодня друзья здесь в этом магазине огромное количество просроченного именно для детей товары для детей именно свистекшим сроком годности еще 15 10 месяца сегодня 15 ноября и это первый ингредиент нашего блюда принес сладенького немножко 21 произведено после дефростации срок годности у нас снижается с нескольких месяцев до двух дней начинаем потихонечку когда мы все это дело в органе кажется пошел запах достает шел запах что друзья как мы видим в дикси большое количество пончиков это прям слабое место честно говоря не только дикси на и многих других магазинов вот пончики а именно донаты выкладываются абы как на реализацию без даты дефростации что такое дата дефростации дата дефростации дата дефростации это дата разморозки после разморозки вот этот донат годен в течение 48 часов с двое суток когда он был разморожен мы не знаем но наверно будем отталкиваться вот от даты 18 сентября потому что другой даты здесь нет какой дате мы можем верить еще неизвестно добавляем его в наше блюдо я думаю розовый очень хорошо там пишется ну давай розовый упаковочку сюда же что же мы сейчас делаем друзья мы проверяем органолептические свойства товаров мы смотрим их качество мы знакомимся с товарами удобными удобным для нас способом разумеется потом мы пойдем на кассу и попробуем все это купить или накормить нуждающихся сотрудников это уже покушение на убийство но это разве не покушение на убийство двести летнее мое там уже четыре наверное не знаю сполерить не буду как бы на на друзья но кроме детского здесь мало чем мы сейчас пока что нашли но пять минут всего лишь дайте нам чуть-чуть времени поэтому мы добавляем еще мультизлаковую кашку яблоко банан земляника до 27 числа десятого месяца добавляем вкуснотища ты чувствуешь уже вот эти нотки ты чувствуешь звезда мишлен висит уже вот это вот-вот просто протяни руку и возьми я стараюсь не дышать сейчас данный момент кстати недавно вот такой же пакетик примерно у меня описали во втором отделе полиции по Нижнему Новгороду и оставили там в камере хранения там такие ароматы стояли это было просто жесть изюминка изюминка нашего блюда как думаешь что это это я не понимаю я даже не понимаю по моему куриная ножка да ладно разберемся на кассе будет сегодня у нас шашлык ну что же продолжим просто дело в том что я стараюсь не выливать текучие жидкости в пакет потому что по печальному опыту уже известно что пакеты в дикси тоже хреновые и они проливаются и я меньше всего хочу загружать работы уборщицу потому что уборщица она меньше всего виновата в том бардаке который творится в этом магазине ну вот конечно же это скажут что уронили покупатели не так подозреваю нельзя продавать мяты а брать то можно даже нужно бедная бабушка господи насколько просто работники таких тухлопритонов до заморочили им голову нельзя брать мяты и только если за скидкой то можно мы как так то я не понимаю это вот о чем я и говорил вот вы говорите что наша работа бесполезна на самом деле вот проанализируйте то что сейчас произошло я не буду давать свои комментарии этому но просто подумайте над тем что вы сейчас услышали это же стикер наклеен прям вместе удара и потом они скажут что нет конечно мы клеили стикер не на не на ударенную банку мы ее клеили когда банка была ровная хорошая правильно так друзья просто вот как вы думаете что это киндер сюрприз мне кажется где сейчас находил мне кажется это новый iphone 13 про макс нет почему я давно хотел бы не открываем мне кажется что помимо всего прочего он еще и немного просрочен думаешь про ну не написано же да как когда там срок так но мы сначала оливки добавим вода текучие если вы знаете что это такое напишите в комментариях например я у меня просто не 13 айфона и не реально вот если леонид говорит вполне себе может быть и он вот это вот на камеру даже похоже 0 рублей ценника нет даже дошла ценника однажды бесплатно значит забираем дикси отдают 13 айфон и бесплатно друзья приходим просто и забираем ну что же а мы сегодня находимся здесь с активистами активисты нам очень хорошо помогают спасибо им большое ребята делают это в свободное от основной деятельности время бесплатно и с большим энтузиазмом давайте посмотрим что набрал наш активист смотрите у нас здесь колбаса вязанка до 6 11 20 года упакована под вакуумом форель соленая пищевая как вы думаете это вакуум вот это вот по моему это уже какие-то газики от форели отделились годен до 11 11 21 соленая пищевая рыбная продукция кета смотрите друзья просроченная вот рыба вообще в любом формате начиная вот вот такое заканчивая консервами это вообще самое страшное что может продавать магазин реально это уже не просто угроза здоровью это угроза жизни поэтому внимательно смотрите сроки годности внимательно смотрите внешний вид товара потому что здесь стоит вопрос не просто того что вы можете попасть на инфекционку вы можете попасть на кладбище здесь же срок годности да вот он не годный как бы а здесь его вообще нет а мы еще это я люблю как-то открываешься не смогли открыть мы очень старались друзья смотрите анчоусы годен до 10 ноября 21 года анчоусы уже приказали долго жить это вот то самое чем я и говорил возможно это уже бомба замедленного действия купили себе скушали пополнили печальную статистику три дня по носу и мгновенная смерть в ароматы ваняли работа вот смотрите а на втором анчоусе да вы помним что там срок годности был вот здесь здесь срока годности вообще нет когда он годен когда он изготовлен мы не знаем срок годности 4 месяца от какой даты считать я найти увы не могу здрасте мы мы помогаем покупателям а вы покупателям не помогаете не знаю вот блин не знаю почему это надо у вас просить где iphone с персоналом тяжело на самом деле да ладно вам господи с персоналом тяжело вы же понимаете что если магазин не может организовать качественную грамотную работу магазин надо закрывать вы не закрываете ладно это мы сейчас разберемся вы кто заместите забьем шикарно смотрите у меня к вам есть предложение в течение 45 минут мы с вами организовываем небольшой чем мы ищем товары с нарушениями в вашем магазине и вы со своей стороны тоже ищите товары с нарушениями кто наберет товаров с нарушениями больше за 45 минут тот и решает вызывать сегодня полицию или не вызывать как вы на это смотрите я понимаю что вы будете делать свою работу помимо вашего у меня есть своя работа которая не заключается в том что надо проверять сроки годности да нет она заключается у нее выкладки товара заключается из касты она заключается так так и как часто они смотрят просрочку как выходит на работу выставляется товар так какого числа у вас там никто на работу не выходил с июля 7 ну то есть сколько у нас там одиннадцатый месяц сейчас да получается больше трех месяцев больше трех месяцев у вас сотрудник не смотрел детского питания наш паш я знаю приходит на дело детского питания приходит ментиндайзер который нефтью твоего но я вижу да ну смотрите я предложил вам попробовать самим устранить нарушения выявить их посмотреть товар потому что то что я вам показывает и чп вы я могу показать что у нас уже сегодня снял просроченный товар который мы списываем и выкидываем я могу показать смотри паша давай я думаю мотивируем задем наше любезного прекрасного да если вы найдете товара больше за 45 минут он 13 айфон подарим как на это смотришь вот смотрите вот или это двенадцатый не знаете нет или одиннадцатый ничего нет ничего нет если вы нашли что-то вы его пробиваете облачиваете ли вы что хотите почему вы ничего не нашли хотите он куплю чемпион пивочка просроченного там нет что это не магазин это помойка на мой взгляд просто нет товарищ задем вы куда ушли подождите мысль мы с вами не договорили еще и и подойдите пожалуйста сюда вас потребитель зовет нет ничего ваши обязанности не входит кому не коммуникации с потребителями не подпажал дождите вы с павлом еще не договорили сейчас нет по моему я не влез я добавил я помню ничего лишнего не сказал пожалуйста да слушайте потребителя пожалуйста да слушайте гривить но ваша работа в чем заключается но хорошо проверять товары вашей работы такой нет моей но вашей работе есть организация сотрудников чтобы они проверяли сроки годности а теперь смотрите вот смотрите вы как заместитель директора да я вас ставлю в известно смотрите вот тележка полное нарушение вот тележка полное нарушение вот от вас я хочу чтобы вы организовали сотрудников магазина проверять товары вот я предлагаю что сделать течение 45 минут устроить но вот смотрите просто потом когда приедет полиция и будем описывать товары чтобы образно вы не говорили что ой мы стране мы согласны мы там согласны что нарушаем то он и так далее вот так каждый день когда сотрудник выходит на работу и снимает прошлом так же как и вы и так же покупатель приходит за всем не угляди хорошо скажите мне что не так с хлебом с ним все нормально он фасуется и его выставляют вами продавцом фасуется ничего интереснее вечер перестает быть томным вы здесь нарушение не видите да они самый родимый забирайте сейчас директор подойдет и дальше у вас вообще есть какие-то постановления какие должны быть у нас постановления постановление должно серьезно какое не вы скажите я обязательно постановление сейчас напишу у себя есть на точек бумажка ручка работе на газу и дикса у нас есть нарушение есть на каждом магазине нет не в каждом в каждом диксе так скажем в каждом диксе ну вот это самое опасное когда заместитель директора уверен что в каждом магазине нарушения и только в этом случае тогда в их магазине будут нарушения нет в каждом магазине обязательно должно быть столько рук чтобы не допускать просроченное детское питание в июле 7 до мне все равно как вы должны вы 7 июля 7 июля просрочено детское питание нет что дальше давайте сначала я вам говорю а вы что мне на это отвечаете в каждом магазине есть нарушение супер то есть я вам принес детское питание просроченное с июля больше чем на три месяца а чё вас останавливало до этого то это сделать почему вы не перебирали раньше а сейчас появились только мы пришли с камерами только мы собрали тележки вас появились сотрудники ну так вот как вы собираетесь перебрать то это если они вас не появятся почему до этого то не нашли потому что нет а сейчас появились сейчас помогаете молодцы спасибо да мы не вам помогаем мы покупателям помогаем часто сейчас откуда вас появятся трудники которых не было раньше вот именно в данный момент времени а почему он вчера не мог пройтись почему делом три месяца ходила нет три месяца не было до из кого у вас не было три месяца меня нет супер супер шикарно я не знаю почему три месяца просрочено детскую там есть счет июня ждем директора вот пока ждем кассира стоим в очереди находим альпенгольд порем или пора напишите как правильно комментариях до четвертого 11-го датской рубля пожалуй возьмем кстати мы забыли совсем про наш конкурс который объявил неделю назад на две тысячи рублей за самый креативный комментарий и вот победитель вы видите на своих экранах сейчас комментарий который я считаю победителем мы с женой прочитали мы ухахатывались весь вечер простой креативный ну вот дружище короче пиши мне в любой социальной сети и получай свои две тысячи рублей здрасте вскрыли товары нам все нравится готовы оплачивать вам сюда ставить или здесь будет пробивать начнем с этого да вскрыли нам все нравится нравится мне не мы за таким гоняемся по всему городу так что мы готовы покупать чай это потому что камера включена да потому что без камеры вы нам уже продали просроченный товар когда сегодня дважды не проследили вот именно но как бы я готов покупать а с чего взяли что все остальное просрочить смотрите вы директор до магазина прекрасно приятно познакомиться меня зовут павел замечательно детское питание с истекшим сроком годности 238 часть 2 уголовный кодекс минимальный штраф 100 тысяч рублей ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй у вас сотрудники они как часто проверяют сроки годности товаров и за три месяца ни разу не успели но и не успевают до за три месяца проверять ну да а вы понимаете что если вы не успеваете за три месяца проверять сроки годности то магазин надо закрывать вы понимаете это или нет но и в чем дело тогда в чем проблема я вам предлагаю но уже ничего не то что я предложил мне отказали я предложил устроить небольшой челлендж посоревноваться с нами в поиске нарушений и мне отказали ну если вы не хотите устранить нарушение устраним мы просто когда мы устраняем это дороже для вас пусть мы в суды идем полицию и так далее ну там вы уверены что все просрочено а куда вы пакет убираете пакет мой не зачем не мой нужен вот этот на дне пробивать пакет мой уже пакет мой что будем делать вы мне не хотите пробивать вы отказываете ну то есть смотрите у вас есть два варианта либо вы продаете просроченные нарушаете ли вы отказываете в продаже того что у вас стоял в торгом зале должен нарушаете такая вилка выбора что вы хотите нарушить отказ продажи отказ продаж все окей тогда пакет снимаю дайте и аргументируйте почему вы не продаете не товары да хорошо вот булка смотрите вот булочка лежит аргументируйте почему мне не хотите продать а почему же она в торгом зале вас стоит потому что вас сотрудников не вода не мне тот пакет нужен мой пакетик не надо мою носить товар утилизируйте пожалуйста пакет мой не надо носить ну что же вы готовы да хорошо может вы нам расскажете почему вас маркировочки нет на хлебе тоже людей не хватает на сегодня а так обычно есть маркировка а такое отношение у директора друзья вызывайте горит и ушла просто как вы не любите свой магазин то добрый день зовут меня сидоров павел валерьевич нахожусь я на улице народного ополчения дом 21 корпус 1 смотрите реализовывается в магазине просроченное детское питание продали мне его аж два раза хотелось бы написать заявление дождаться доблестных сотрудников полиции ну и все и так далее желательно участковую либо сок потому что нужен акт осмотра дикси увы просроченная на три месяца детская ой 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 он ожидаем как во многих дикси здесь также не знают 473 статью гражданского кодекса нет смотрим 15 ноября годин до указанной упаковки если годин до 15 то вчера его должны были снять потому что 15 уже сегодня ну соответственно мы это забираем себе кстати говорят они до что вот хлеб только сегодня привезли только сегодня выложили а так просто маркировку не успели наклеить как бы вот не сильно до слышно 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 она твердая пипец она лежит уже недели две вот собственно вот поэтому нужна маркировка у нас в стране есть два таких примерно похожих регулирующих документа первый ну направление документов первый это госты а второй это технические регламенты так вот если госты он же государственный стандарт не обязателен к исполнению да это больше рекомендательный документ то технические регламенты обязан соблюдаться вот это это жесткие документы которые при несоблюдении ну так скажем накладываются санкции на магазин если вдруг нарушается технический регламент вот в нашем случае технический регламент таможенного союза предписывает клеить маркировочку на любой упакованный в отсутствие потребителя товар во-первых а во-вторых ну шо это за бред вот это что такое-то блин бред с английского языка смотрите друзья ротация по дикси до до 20 11 до 13 11 то есть более свежий стоит почему-то впереди я так понимаю сзади там будет до юля до января а там и глядишь до 99 года где-нибудь станет еще давайте посмотрим проверим до 13 11 свеженький пожалуй отставим можно попробовать купить дальше до 20 странно да до 20 дальше до 13 и дальше но до 20 вот такая друзья ротация под под диксиевский но сосисочки пожалуйста до 15 11 числа тоже не знают что снимать надо было вчера ну сотрудников нет правильно поэтому мы будем продавать им просроченный товар там заместитель директора сама сказала что уже в течение трех месяцев и и нет на рабочем месте поэтому мы будем продавать вам просроченные товары ну и много другого бреда который вы сами прекрасно слышали а вот вам и десертик до 28 10 21 чудо 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 чудесные будет потом на унитазе у вас это замечательно звучит прекрасный магазин вот вы знаете я больше всего ненавижу но это моя личная гражданская позиция когда магазин видя что есть нарушение что есть истекшие сроки годности на три месяца детское питание просрочено три месяца и ни одна позиция целых две три четыре тележки уже собрана и видя все это магазин говорит не хватает работников извиняемся как бы ну не было меня на работе три месяца сотрудников нету как бы ну вот вот что за дичь то есть по сути вам продают товары с истекшим сроком годности аргументируя тем что у них какие-то проблемы внутренние что они не могут сотрудников набрать что там я не знаю вот эти люди они когда попадают в какую-нибудь клинику да и им нужна срочная операция а эту операцию не делают потому что например хирург в отпуске то есть они будут три месяца лежать с больным зубом что ли да нет они во все инстанции отпишутся до минздравы дойдут и человек у которого болит зуб он дойдет до самой верхней инстанции но почему-то эти же люди считают нормальным продавать истекшие на месяце детское питание нелогично я сама ну сегодня привозили сколько он ехал к вам неделю две три не наверное еще эти фигуры рожь в боулинг приходишь шар и покатал этим хлебом это вообще как гражданское оружие могут квалифицировать между прочим трешачок да нет к вам вопроса нет у меня вопрос только к директору почему когда она сказала что она сейчас направит сотрудников проверять сроки годности мы видим сотрудников которые один там сидит около тележки второй сотрудник клеить стикеры и никто не проверять густую наконец-то магазин взялись почему там вот повыше полазить на молоте вообще завидеться там вообще капец просто здесь часто здесь живешь на рядом мы здесь капец парня в этом но и каждый подъезд как часто здесь попадает постоянно вот нашел она только что стояла здесь около курица смотрела на как бы сегодня сотрудники и мать нужно за сутки за 14 ну вот собственно вы увидели сами сотрудник здесь ходил смотрел жалом водил но тем не менее у нас просроченная курица на витрине в годин до 15 ноября 21 года здрасте вы к нам питание здесь у нас это нет не все куплено питание выявлено где-то две-три тележечки вот это же да это тоже все с нарушениями все сейчас если оперативную группу вызовем все извиняем супер и подробно старая служба да все окей вы больше не смотрели здесь да у нас три тележечки у нас воне две тележки стоят еще надо отфоткать описать по-быстрим там есть здесь только здесь еще дополнительно до малютка там еще есть коробочка детского тоже но это выявлено это не куплено куплено вот это да и есть еще один магазин чуть чуть выше там тоже куплено тоже просрочено поэтому надо будет еще и туда дойти доехать не знаю как-нибудь организовать тоже дикси увы 29 а там тоже уже купили до но это не покупали это просто это просто выявлено да просто здесь они уже увидели включенную камеру и конечно начали проверять сроки годности сказали что все просрочно не будем это продавать типичная волынка магазин а по поводу вот этого выявлено говорят говорят что не могут у них нет сотрудников она вообще в отпуске было три месяца на месте здесь на 3 детская там есть до июня детская ну то есть короче отдельно на детстве или дет но потом можно все это дело даже пойти там рядом с выходом столик вот можно на столик выложить категорий на пока подъедут а мы сейчас посмотрим наши наши ребята посмотрите детскую просрочек мы просто здесь уже около часа они все что найдутся принесу а че рады что честно задолбоваться пытались выяснить у них чего такой бардак творится да мы сначала я предлагаю директору директору самой устранить нарушением нет детского отчаяния наше детское питание вызывайте нас даже какие-то зарабить можно подсельником грамотные сотрудники полиции приятно детского не больше нам вроде повезло строя нам приехали сотрудники полиции мусора как я сказал не выявлены пока есть возможность может быть приложим и детское питание в одну я могу вот на столик до одну сторону детская другую сторону взрослые поехали все тележечки забираем погнали ну да вот это вот как думаешь что я до сих пор не знаю что это такое потому что они смогут доказать обратно здесь должна быть маркировка да детская вот сюда чтобы они не смогли украсть или увезти прошедшим кстати ну конечно если 8 лет знаком мы с одного города вы с ним заочно или лично и лично прекрасно прекрасно не у нас чуть-чуть другая система мы предлагаем сначала магазину самим попробовать исправить свои нарушения мы решили что это iphone 13 сотрудники магазина нас переубедить никак не смогли страшно вот именно принес чуть-чуть оставь туда еще интересный момент кстати не знаю может быть ты замечаешь не замечаешь но вот эти правила торговли устарели еще 1 января просроченные просроченные правила торговли да сейчас новые правила торговли а эти у нас вот от 13 года и они устарели зачитывали до дыр как видишь по внешнему виду пытались что-то здесь найти видимо они на моем 18 лет просрочить видимо решить сотрудник дикси проголодался кто-то проверял органолептические свойства товара у нас пополняется корзиночка пожалуйста с новыми свежими барни до 1 октября но очень интересно мне кажется сейчас пока у нас сотрудники полиции приедут мы соберем заполним весь вот этот уголочек я тоже вот хочу показать еще есть постановление даже просроченные постановление об утверждении правил продажи дельных видов товаров номер 55 на смену ему в том числе 1 января пришла новые правила торговли то есть вот это уже давно утратила силу они все по старым работают в магазине дикси мне кажется как принято за правило да все что утратила свою силу до либо потребительские свойства какие-то продавать выкладывать на витрину либо вот на это потому что за дм 3 месяца не было она была в отпуске и месяц отпуску за дм и сотрудников нет на заводе у людей от работать некому динозавод уже делаешь вон даже колокольчик поставил давай вся спасибо смотрите какой у нашего активистов классный рюкзак а еще видели такое когда не не дали а так вот еще принесли капсульный кофе но не дешевое удовольствие до 5 числа тоже сотрудников не хватает я там в отпуске все дела но у помнить давненько кстати столько в дикси просрочки не собирали антикварный магазин какой-то вообще конечно да дикси впереди планеты всей просто жесть обращаю ваше внимание что здесь опять же ротация тележек также наблюдается вот эта тележечка она вообще избилы как она здесь оказалась то может быть сотрудники магазина где-то по вечерам крадут тележечки магазин не знаю не знаю есть только предположение но слышали я конечно предполагал что тухлопритон занимает первое место на днище всех тухлопритонов россии но что вот так вот он может обосраться обделаться я вообще не представлял блин ну просто видимо директору никто не донес еще в ее очень умную голову что если мы захотим вдруг просраться то мы пойдем в аптеку и там поищем себе средства от запора но не здесь я вообще ни разу не пожалел что приехал это жесть просто дикси как тебе знакомство с дикси кстати я говорю я я предполагал я и по твоим роликам смотрел предполагала что это дно это самое днище и по роликам наших коллег но чтоб вот но настолько просто в относительно небольшом магазине было столько говна полтора часа на поиск мы потратили по моему минут 40 в общем если так считать да друзья это я считаю это бред давайте накидаем в нашем случае лайков нам и дизлайков дикси они наверное следуют своими же то есть этим как его следует своим же советам и отправляются работать на завод руки развиваются данные на работники дикси все ушли на завод мне кажется это мы их нет мне кажется это одна из причин почему здесь пусто вот эта проблема это зато на заводах все хорошо слушай если работник дикси вот с таким отношением контролю за качеством товаров пойдет работать на завод то я очень боюсь за нашу оборонку вот на сверху вот такая будет обороноспособности нашей страны понимаешь спасибо огромное здоровье спасибо большое до свидания здрасте это вы к нам вот все это великолепие это у нас просроченная некачественная и так далее там категория детского есть купленная детская есть чек готов писать заявление соответственно это надо либо протоколом осмотра либо желательно актом чтобы побыстрее чтобы сильно не затягивать вот детская у нас есть до июля есть до июня даже с хлебушком маркировки нет технические регламенты нарушают негодяи по моему опять же мнению конечно есть ручка служебная но любая просто у меня нету заявление 15 11 2021 находясь в магазине дикси по адресу город москва улица народного ополчения дом 21 дробь 1 в 14 часов 17 минут совершил покупку детского сока огуша груша осветленной который оказался стекшим сроком годности изготовлено 7 08 20 годин до 07 08 21 500 миллилитров считаю что данный товар опасен для жизни здоровья граждан в том числе для детей до 6 лет маркиражное обозначение предназначен для питания детей дошкольного и школьного возраста старше 3 лет заявление прошу передать управление роспотребнадзора для проведения проверочных мероприятий объяснение 15 11 2021 находясь в магазине дикси по адресу город москва улица народного ополчения дом 21 дробь 1 в 14 часов 17 минут совершил покупку товара подходящего для питания детей до 6 лет который оказался стекшим более чем на три месяца сроком годности подробности изложены в заявлении так передаю заявление объяснение отвлеку на секундочку вас здесь 21 дом корпус 1 а у нас есть еще товар купленный в двадцать девятом доме тоже с истекшим сроком годности и тоже будем писать заявление надо быть туда потом дойти или доехать сможем же с вами заявление вам будем подавать ну вот а потом же с вами туда сможем дойти хорошо тогда вы позвоните скажите что нам туда тоже нужен будет ну мы здесь обнаружили что он с истекшим сроком год товар оттуда а там кто с нами туда проследует тот магазин а вы не поспособствуете нам чтобы кто-то с нами туда проследовал вы не поспособствуете понятно почему вы уверены до 15 до 15 снять должны были вчера 473 статья гражданского кодекса вот так друзья поредели риты с конфетами тухлые просроченные конфеты ушли под допись сотруднику полиции но глаз радуется теперь вы можете до прийти и купить себе нормальных свежих конфет хлеб тоже весь тухлый хлеб ушел под допись сотруднику полиции ну знатненько так почистили магазин как вы считаете хорошее дело делаем хорошее говорит сотрудник дикси да 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 а что вы считаете плохое дело делаем ну вот вот по-человечески вот вы скажите да вот да он вообще отсутствует срок годности поэтому они не смогут доказать что они не просрочить у них отдельно на транспортной упаковке идет срок годности на самих конфетов его нет они должны вырезать информацию и вставлять вместо размещения товара если они даже сейчас принесут уже то они не смогут доказать что они отрезали именно от этой коробки спрашивает у него почему столько много просрочки она говорит не хватает руками ручки криворучки почему товар не свежий не знаю привозили свежий а вот этот товарищ как раз и является тем самым подписчиком который нас сюда пригласил с чего ты решил нас пригласить сюда давай на фоне это неоднократно попадалось в пакетах просто не смотрю никогда на просночку он начал смотреть каналы и решил посмотреть потом сроки годности начал смотреть что-то так вникать и оказалось девятнадцатого года еще сосиска да даже было по моему на полтора года вышел из инфекционки короче и решил позвать нас сюда не или не больно не травите граждан по крайней мере постарайтесь хотя бы сделайте вид что старайтесь смотрите друзья все-таки сотрудника полиции мы отпустили потому что мы должны дать шанс другому магазину чтобы они осознали свою осознали свои ошибки осознали свои нарушения попробовали сами исправить свои косяки пойдемте в другой магазин и попробуем пообщаться с ними насколько они здравомыслящие люди насколько они вот осознанные люди насколько они хорошо понимают что торговать просрочкой плохо поехали вот такая красота друзья творится в москве зашли шурмы поесть а тут место